Дорогие друзья, продолжаем нашу серию об очищении с точки зрения йоги и аэровиды, тела и ума. Сегодня я хочу сделать заключительный урок на эту тему. Это не значит, что больше ничего не будет. Знаете, что-нибудь будет тоже из серии мудрости, знаний Индии. Все, что связано с нашим здоровьем. Нет, только физически. На самом деле цель йоги, аэровиды, антры – это не быть здоровым. Быть здоровым – это возможность достичь цели. Поэтому быть здоровым, конечно, нужно. Но это не финальная цель, не конечная. Конечная цель – это достичь, ну, не будем говорить больших слов, да, реализоваться. Итак, сегодня я хочу вам рассказать еще об одной технике очищения. Называется для глаз. Но, не только для глаз, но и для ума тоже. Ментального очищения, снятия стресса. И всяких вот таких в голове моей опилки, да, вот этой темы. Эта техника взята из йоги, из серии шаткар. Ну, шат – это шесть, я уже говорила в двух уроках. Я уже использовала несколько техник. Одну – это нэти, очищение носа водой. Рошанг Пракшалан рассказывал. То есть очищение кишечника. И сегодня расскажу еще об одной технике. Называется она Тратакал. Для этой техники, вот я уже приготовила, нужна будет свеча или любой огонь, да, может это и костер быть, может это какая-то лампадка быть, масляная лампа, все что угодно. То есть должен быть, как это сказать, фитилечка, который горит и не двигается. И вы. Но для того, чтобы делать эту практику, нужно уметь научиться сидеть неподвижно и с ровной спиной. Потому что мы обычно как-то привыкли сидеть, да, и ровную спину, если мы даже держим, ну так легко. Некоторые, когда этого никогда не пробовали, пытаются держать ровную спину и через, я не знаю, полминуты – вот поэтому тело важно подготовить. Но мы сейчас не об этом, мы сейчас, я вам хочу рассказать в двух, в трех словах, в пяти-семи минутах, что это такое. Вы просто сидите и смотрите на пламя огня. Свечи, лампадки, неважно, на кончик пламени. То, что у нас не двигается. Что-то может двигаться, но то, что не двигается, там не фокусироваться. Этот огонь, это пламя, должен быть на расстоянии, когда вы практикуете, на уровне глаз. То есть, если вы ставите свечу, она должна быть у вас на уровне глаз. Она будет вот так. Не внизу, не наверху, не справа, не влево, на уровне глаз. То есть, вам нужно что-то найти, да, либо найти, куда сесть, либо найти, куда поставить то, что будет гореть. И на расстоянии вытянуты руки. То есть, вы садитесь с ровной спиной в удобный воздух, в который вы можете посидеть хотя бы 10-15 минут. Удобно. Если вы не можете сидеть на столь в детстве, дергаясь, усаживаясь, когда вам рассказываю. Сядьте на стул, удобно, подложите там под поясницу что-то, найдите удобное положение. И начнете просто с позы, с ровной спиной, с закрытыми глазами вы сидите. В свечах горит или что у вас там горит. Вы можете поставить какую-то приятную для вас музыку, да, или просто вот это звуки природы, все что угодно. Не должно быть ветрен, или каких-то вентиляторов, кондиционеров, иначе пламя, да, оно не будет стабильно. То есть, нужно выбрать или помещение, или погоду какую-то подходящую. И сначала вы сидите с закрытыми глазами, какое-то время дышите. Да, когда вы чувствуете, что дыхание постепенно нормализовалось, успокоилось, вы мягко открываете глаза. И смотрите в расслабленном состоянии на вот это маленькое пламя, не моргая. Вот сколько получится, не моргая, может пойти слезы, да, чувствовать какое-то напряжение. Как только вы чувствуете, вы хотите моргнуть, все, закрываете глаза и отдыхаете. Значит, этого сейчас достаточно. Итак, вы тренируетесь, тренируетесь, пока вы, ну, со временем, вы можете минуту, и две, и три находиться не моргая. Естественно, если будет ветер, глаза будут сохнуть и слезиться, вы не можете быть не моргая, это тоже важно. Поэтому нужно обстановку тоже выбрать подходящую. И таких круга вы делаете, то есть вы смотрите, не моргая, чувствуете, не можете, закрываете глаза два-три раза. И после этого делаете пальминг, это просто ладошки. Пальминг, палм, это ладонь в переводе с английского, да, поэтому это упражнение называется пальминг. Ладонь, 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 ладоньки, ладошки. Вы кладете и отдыхаете с закрытыми глазами и с руками на лице. Все это подробно мы изучаем своими студентами, учениками, друзьями, теми, кто со мной работает на занятиях, на курсах, кто чего проходит. Вы можете найти, вот написать в гугле даток эту информацию, она не засекречена, да. Но кто-то сам готов практиковать, кому-то нужна помощь и направление. Поэтому данная техника, она замечательная, она проста, ее могут делать все, да. Единственное, нельзя смотреть на солнце, да, не рекомендуется. На луну, на всякие там кристальные шары, из-за власти, а-а-а, вот, потому что, ну, во-первых, если на солнце смотреть, вы просто можете глаза повредить, а луна и всякие там кристальные шары и так далее, другие атрибуты. Если вы не готовы, ваше тело и ум к глубоким таким сильным, мощным опытам, то это опасно для ментального состояния. Поэтому просто смотрим и потом отдыхаем. Ум начнет бег туда-сюда, потому что уму неинтересно на чем-то одном фокусироваться. Ну, если вспомнить, когда мы в школе, вот нам нужно сфокусироваться, чего-то выучить, а-а-а, начинаешь там. То же самое и во взрослом состоянии, когда нужно на чем-то сфокусироваться, как бы неинтересно. Мы можем сфокусироваться только на том, что развлекает наш ум, там, кино, всякие разные сплетни и так далее. А на что, на чем-то одном фокусироваться, этому нужно учиться. Это одна из ступеней йоги. Поэтому, когда ум начнет туда-сюда бегать, вы обратно фокусируетесь, приводите свое внимание на плане. Ну и так далее. С опытом происходит очень много интересных, знаете, скажем так, реализаций, пониманий, открытий самого себя в первую очередь. Вот и все. Сегодняшний заключительный урок из серии очищения тела и ума был посвящен практике очищения глаз и успокоительной нервной системы, который называется Тратака. Вот и все. На моем канале очень много различных тем. От обычных прогулок по Индии с их традициями, с ее неимоверностью, до практики йоги, каких-то обычных упражнений и рецепты для красоты, какие-то там масочки для лица, для глаз и рецепты приготовления пищи, салатиков и так далее, и так далее. Чай, масалки, да, это топленое масло в нем, это индийское, которое ни от которого не полнейшее, вообще много-много-много всего. Ставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно, потому что система Ютьюба воспринимает это как сигнал к рекомендации моего видео, вообще любого видео, которое вы лакните, лайкните рекомендации другим людям. Поэтому, если с вас я получу лайк, я буду только счастлива, для вас это ничего не стоит. Ну и кому интересно, да, кто хочет поделиться с кем-то, Ю-А, welcome! Всем хорошего здоровья, настроения и мирного неба над головой. Ну а я с вами не прощаюсь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова